Всем привет! Сегодня в программе Headliner. Вернется ли слепой? Сценарист не дыши, снимет сиквел триллера. Селена Гомес ощущала себя жертвой в отношениях с Джастином Бибером. Не один дома, звезды, которые все еще живут с родителями. Каким будет пингвин? Колин Фаррелл описал сценарий Бэтмена. Генеральный партнер Imperial Home С тех пор, как выяснилось, что Колин Фаррелл на одну из важнейших злодейских ролей в Бэтмене Мэтта Ривза уже выбран, фанаты комиксах DC гадают, насколько режиссер изменит его привычный образ. Во время интервью на шоу Джимми Киммелла актер не решился подробно рассказать о своем персонаже, а вот мнение о сценарии высказал. «Это действительно красивый, мрачный, по-настоящему великолепный сценарий», — заявил Фаррелл. А также добавил, что Анис Ривзом находится на заключительном этапе разработки эстетики персонажа. Ситуацию с покрашенными в серебристый цвет волосами Колин объяснил легко. Оказывается, у актера есть милое причудо перекрашивать волосы после завершения своих проектов. Так он перезагружается и прощается с ролью. Но в этот раз что-то пошло не так, и сражаясь с желтым цветом волос, получившимся после осветления, Фаррелл обзавелся серебристой шевелюрой. Теперь понятно, что к образу пингвина метаморфозы во внешности актера отношения не имели. Но остальных вопросов относительно того, как в итоге будет выглядеть герой, это не снимает. Фаррелл заявил, что приступит к съемкам через 2-3 недели. Не такой уж ты храбрый. Люди храбрее. Хоррор «Не дыши», вышедший в 2016 году, получит продолжение. Правда, режиссер и ведущий сценарист оригинала Федерико Альварес не будет принимать участие в разработке продолжения. Его место займет Родольфо Саягос, который при создании первой части выступил в качестве савтора сценария. Также стало известно, что в «Не дыши 2» Стивен Лэнг вернется в кроли ведущего персонажа, который известен как Слепой. Действие сиквела развернется спустя несколько лет после событий оригинального фильма. Слепой живет отшельником, но его покой вновь оказывается нарушен. На этот раз его гостями станут призраки из прошлого. Судя по такому раскладу, «Не дыши 2» слепой сменит Амплуа, превратившись из злодеев в главного героя. Напомним, что оригинальный фильм сумел заработать в мировом прокате 157 миллионов долларов, тогда как его бюджет составил всего лишь 10 миллионов. Сообщается, что съемки фильма начнутся в апреле этого года. В этом году Селена Гомес выпустила первый за 4 года альбом. В нем она затронула тему личных переживаний, связанных прежде всего с Джастином Бибером, с которым певица болезненно рассталась. В недавнем интервью не смогли обойти стороной историю пары, и Селену спросили, не жалеет ли она об этих отношениях. Певица ответила, что не жалеет, но призналась, что чувствовала с его стороны насилие. «Нет, не жалею, потому что даже в тяжелых моментах было что-то хорошее. Такие вещи закаляют. Психология жертвы – опасная вещь. Не хочу проявлять неуважение, но тогда я действительно ощущала себя жертвой. Испытывала определенного рода насилие, поделилась Гомес». Напомним, Селена и Джастин начали встречаться в 2010 году. За все это время пара неоднократно расходилась и сходилась снова. Во время очередных проблем с Гомес Бибер влюбился в Хэлли Болдуин и летом 2018-го позвал ее замуж. Это стало ударом для Селены. Буквально пара недель прошла с момента, как Стивен Кинг в своем твиттер-аккаунте заявил, что для него не стоит вопрос разнообразия в сфере искусства, поскольку значение имеет только качество того или иного продукта кинематографа. И вдруг оказалось, что мнение писателя успело радикально измениться. Теперь он не только придает значение вопросам расового разнообразия, но и считает, что результаты премии «Оскар» сфальсифицированы так, что белокожие лауреаты оказались в большинстве. Кинг опубликовал статью в издании «The Washington Post», который отметил, что хоть сейчас расовые вопросы в искусстве стоят довольно остро, раньше ситуация была гораздо хуже. В подтверждении своих слов он вспомнил времена, когда в Голливуде было всего несколько афроамериканских режиссеров и всего одна женщина-режиссер. Также писатель разделяет недовольство тех, кто считает, что среди номинантов премии «Оскар» недостаточно темнокожих. На взгляд Кинга проблема заключается в составе жюри. Оно на 94% состоит из белокожих людей, причем 77% – мужчины. Подводя итог, Кинг отметил, что судить о творчестве нужно исключительно вслепую, но это возможно только в идеальном мире, в котором все не фальсифицируется в пользу белых. Стоит отметить, что хотя высказывания Кинга звучат логично, многие восприняли их в штыки лишь из-за того, что раньше он высказывался в противоположном ключе. Сильные и независимые – это не всегда про звезд шоу-бизнеса. Многие влиятельные представители киноиндустрии, лауреаты премии «Оскар» не могут жить отдельно от своих родителей. Мы собрали для вас звезд, которым так и не удалось покинуть отчий дом. Брэдли Купер все еще живет в одном доме со своей мамой. Глория Кампана помогает ухаживать за дочкой Леи и следить за домом. Это не вызывает никаких удобств. Мы не живем раздельно, я в огромном пентхаусе, а она в гостевом домике. Нет, она заняла соседнюю с моей комнату. И вот что я вам скажу, моя мама очень крута. Мы можем весь день обниматься, она дает недельные советы во всех областях моей жизни. Я счастлив, что живу с ней, рассказал Купер. Звезда серии фильмов «Голодные игры» и обладательница премии «Оскар» Дженнифер Лоуренс все еще не может переехать от своих родителей. Актрисе нужна постоянная поддержка людей, в которых она может быть уверена. 10 миллионов долларов, и вот мы живем в кондоминиуме все вместе. Раньше я снимала домик полный крыс, небольшую квартиру в Лос-Анджелесе и очень неплохое жилье в Кентукки. Но теперь, когда я могу позволить себе хороший большой дом, было бы странно жить там одной, поделилась размышлениями Лоуренс. Отныне вы будете воробьями. Орудиями в мировой борьбе за господство. Вас обучат приемам психологической манипуляции. Для вас не должно быть никаких границ. Раздевайтесь. Главный герой фильма «Милленир» из трущоб Деф Паттель уже давно вырос, но все еще не съехал из уютного дома родителей в Лондоне. Это, конечно, здорово – жить с родителями, но я уже готов переехать. Если вы найдете мой дом в картах и приблизите его по максимуму, то, может, даже услышите крики, доносящиеся оттуда, признавался актер в интервью. Надеемся, Деф скоро выберется из-под родительской опеки и начнет жить самостоятельно. Я начинаю вспоминать... За тебя, Сару. Красивый наш мальчик. Жизнь, которую давно забыл. Все хорошо? У меня была другая семья. Что случилось? Я потерялся. Актер Майкл Би Джордан не производит причинения маменького сыночка, однако все еще живет вместе с родителями. В одном из интервью он гордо заявил – «я родителей своих люблю». Поклонники до сих пор удивляются, что в свои годы голливудский красавчик до сих пор настолько привязан к близким. Я принимаю бой. Виктор Драго, сын Ивана Драго, который убил Аполло Крита, бросил сегодня вызов Адонису Криду. Не делай этого. У меня нет выбора. То же самое говорил твой отец, а потом умер у меня на руках. Однажды в беседе с журналистами Джейден Смит заявил, что не собирается переезжать из дома отца в ближайшие 20 лет. Молодой рэпер похвастался, что со звездным папой Уиллом Смитом ему живется очень круто. В особняке отца можно делать абсолютно все. Более того, Уилл берет на себя все расходы сына. Да, бывшая первая леди США тоже живет с мамой. Мариан Робинсон, мама Мишель Обамы, заботливая бабушка и хорошая помощница по дому. Она заботилась о внуках, пока Мишель была правой рукой Барака во время его президентства. Мариан жила с зятем и дочерью в Белом доме, а после окончания второго срока правления Обамы переехала в семейный особняк вместе с ними. На этом все. Подписывайтесь на наш аккаунт в Instagram HitTVKZ и заходите на наш официальный канал на YouTube. Именно там вы сможете узнать все последние новости из отечественного и мирового шоу-бизнеса.